всем приветики все последний учебный день мой закончился впереди выходные всем желаю хорошего настроения бодрого настроения чтобы ваши выходные прошли отлично вместе со своими любимыми друзьями чтобы много успели сделать и хорошо отдохнуть для того чтобы следующей неделе была продуктивной рождество скоро новый год надо уже готовиться прихожу я домой смотрю стоит сумочка на вот такая вот сумочка покажу вот такая вот на ней стоит апотека из аптеки я у Саши спрашиваю что это за сумочка он мне такую историю рассказал под таким впечатлением что я даже не я наверное не передам с такими чувствами подходит он в аптеку даст номер очкам который нам дали вчера подает ей там на уже заказаны лекарства уже привезли в аптеку надо было забрать вот она спрашивает что она она спросила да вам что-то вам еще на это что-нибудь еще хотите я подумал вопрос но нет нет да вот и начала показывать вот у нас есть крема вот такие вот у нас есть в общем витамины какие-то или еще что-то начало я думаю что она от меня хочет какие витамины почему я должен сейчас витамины еще покупать в общем это все стоит немаленькие деньги 30 ура 40 ура в общем очень дорогое все и что там дальше-то был я потом когда спросила вот для вас или для вашей жены важно для моей жены насколько это хочу лучше которая против морщин или же увлажняющие увлажняющие он не откуда знаю сколько вашей жены лет я говорю 40 ну тогда может может это хорошая анти-эйдж почему я это должен брать я еще до сих пор в тот момент не понял потом она у меня начала там показывать смотреть его впечатление я просто стоял как это это думал ты чего вообще от меня она хочет почему я должен сейчас расчет морщин крем покупать вот и в общем она ему дала крем сейчас я вам покажу вот такой вот крем для лица интенсив крема розы на основе розы натур косметика да а кстати на крем и ночной крем кремом я обычно не пользуюсь не только все пользуюсь продуктами из калорий лик поэтому у нас быстро продукты уходит но попробуем и в общем это казалось что это подарок и знаете почему потому что все медикаменты которые саша взял 3700 и так за ладекс стоит 499 ура доплачиваем мы только 10 за лидром зора зеледроновая кислота 147 ура тоже 10 доплачиваем full fest run это такая вот коробочка со шприцами здесь сколько 22 шприца их надо холодильник холодильники хранить обязательно так стоит он 667 ура и так это золо декс это заледроновая кислота 4 ампулы там должно быть до 100 не сто сорок семь сто сорок и и и и бронс так вот и бронс стоит он вы не поверите 2399 и соответственно представляете какую прибыль они получили вы в аптеке поэтому то что саша предлагали это было все бесплатно и надо брать больше потому что я покупал такие дорогие медикаменты за раз потому что никто не болел так как я моя мама тогда тоже бабушка вот тоже тогда большинство из химии и так далее тогда витамины давали до основном если ну обычно когда вот если просто больше покупаешь либо профиль или что-нибудь такое всегда платочки да а а детям дают до витаминки вот эти вот это который вайнтраубен сука вайнтраубен вайнтрамбен сука вайнтрамбен сука да и еще знаете что подарок дали саша даже не заметил он только потом увидел в общем вот это вот все добро саша сегодня забрал в аптеке а вот это все было в подарок пока саша пошел за джемми в садик его забирать надо уже скоро два часа мы тут решили грей тут мне будет помогать знаете что мы решили на вечер приготовить пирожки с капустой мои из капусты не любят люблю только я поэтому для них я буду сделать с мясом пирожки а для меня но в принципе саша тоже их кушает он говорит не я не люблю капусты я не люблю то же время и таскает я смешиваю обжаренную капусту с фаршем и получается знаете очень вкусно мне очень нравится когда не только капуста но еще есть мяско чуть-чуть а для техишек будет с мясом тесто очень просто готовится я беру на 800 грамм муки два вот таких вот пакетика сухих дрожжей потом пол литра молока два яичка масло растительное сахар соль и принципе все тесто очень быстро подходит вы знаете я заметила что сухие дрожжи у меня почему-то лучше работать нежели свежие хотя кто хорошо готовит там не хорошо печет каждый сухие дрожжи можно ни с чем не сравниться нежели с со свежими дрожжами 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 свежие дрожжи это что-то это самое самое лучшее в общем но у меня почему-то получается с сухими дрожжами лучше тесто чем со свежими поэтому сейчас быстренько тесто поставлю и к вечеру она будет готова поднимется да вот смотрите вот что он делает хочет помогать да хочешь мне помочь мне хочешь свою дверцу он уже сегодня открыл лекархин свое получил сейчас я ручки помою и начну готовить знаете девочки что я для себя открыла как говорится век живи и век учесть но может наверное многие уже об этом знают и многие поменяют я всегда капусту шинковал когда я солила и для тушила капусту всегда ножичком а тут я подумала если у нас есть вообще овощерезка почему бы и нет она же тоже должна ее стричь капусту и действительно понимаете это намного намного легче чем резать капусту ножичком оказывается это все так кстати аккуратненько тоненько получается очень ровненько как я до этого раньше не додумалась и я не знаю так что теперь я стричь капусту буду еще резкой кстати очень удобно по-честному не столько сил затрачиваешь с ножиком очень легко и просто вот такая вот она ровненько получается что если кто не знал возьмите на заветку папа с джимми пришли все вещи садика принесли и пришли с плохими новостями наш садик сегодняшнего дня закрыт то есть понедельник все все садики закрыты остаются открытыми только продуктовые магазины все остальные магазины тоже закрыты что касается школ с 1 по 7 класс с понедельником по пятницу дети могут приходить школу или же родители могут оставить детей дома а начинают с восьмого класса остальные уходят на домой будьте дома точно так и все это продлится до 10 января вот такие вот дела мужская ручья смертность большая заболевание критическая на рождество у нас разрешено только две фамилии 5 человек хотели послабление данное рождество чтоб можно было хотя бы рождество в понятно поэтому в общем вот такое ощущение что мы входим тоже состояние как и весной было когда все сидят дома ходит по одному человеку магазин такие вот у нас нехорошие новости получается соответственно если дети будут сидеть дома до садики были будут закрыты то и наши коллеги у которых есть дети на дочь курсе не будут ходить учиться у нас понедельник тоже зашли курс вообще открыто будет ну тоже как и зону дать зонная правда они нас предупредили что онлайн портал не очень хорошо работает из так же как и в школе связь то было когда мы разговаривали до с учителями но это все наладится постепенно если мы будем так дальше жить придется как-то самое главное вот протянуть до января там экзамен сдать хотя бы сегодня прошло кстати письмо что все мои заявления на экзамен принят и я могу 22 января идти на экзамен правда неизвестно будет или нет еще к нам вчера приезжала сашина сестренка тетя лена и сказала то к ним приходил николаус и принес для детишек подарочки а вот детишечки то еще не знают потому что они спали уже танты елена хангизак николаус в гекомент он не шенкин гибрая джейс во во папа фью джейми и что же там такое я розовый и красненький с колокольчиком да это пижама шлаф ансук вау вундаба кукмальда николаус да давай нас мантовая нас манда с этими ты вчера говорил про эльфы да а вау шой ой а не кац шлафхозы 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 шой шой мэри Джейн это шлафанцук мэри Джейн это шлафанцук да это шлафанцук вау супа шлафанцук пижама 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 пижаму она такая мягенькая мммм ну и как она с мышкой на грея похожа только без юбочки вот смотри на грее похожа без юбочки феи 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 А это завтрак для Кари. Не, мы ему такую невесту найдем. Чтобы мышек приносил. Вот и мы померили пижамки. Красотища, теплотища. Правда, у нас батареи очень хорошо шпарят по ночам. Поэтому дети и так не мерзнут. Она мне такая же классная, мягенькие такие, пушистенькие. Да, эльфы, Бед Морозик. А Мериджейн невеста для Грея. С завтраком. Луфи. Классненько так, здорово. Музаген. Данке. Мериджейн. Данке, Данке. Николаус. Эта неделя пролетела. Пролетела очень незаметно. Впереди выходные. А еще. Сегодня какое число? Вообще. Двенадцатое. Двенадцатое. Нет. Одиннадцатая. Одиннадцатая, да. Ну и что там? И осталось 13 дней. И будет у нас хашкиство. Ох, торжество. Такое будет. Да. Со школы мы тоже получили. Что тоже будет сейчас. Ну как будет до седьмого класса только, да? Закрыто. Ну как я вам в обед и сказала, так оно и осталось. Что до седьмого будет. Кто может оставлять свои детей дома? Но мы решили, что Мэри Джейн лучше будет, если она будет ходить в школу. Потому что для ребенка это очень важно. Общение со своими сверстниками, с учителем. Это намного лучше. А, на неделю как-нибудь она держит. А с восемнадцатого числа у нас начинается зимний фейерин, каникулы. И у меня тоже. Да у тебя-то еще не знаешь, что в понедельник пойдешь. Да. Потому что седьмого класса все на тестационном учении. Возможно, что в понедельник я Мэри Джейн отведу в школу, поеду до школы, до своей, и вернусь обратно. Да потому что школа будет закрыта. А, это тоже ужас для тебя. Да, для меня ужас. Ну, хотя бы только одна неделя. Да. Это еще можно выдержать. Если бы это было больше и дольше, это, я не знаю, как бы мы вообще учились. Я понимаю детей, потому что это очень тяжело. Самообучение получается. Вестационка это очень тяжело. Для вас еще хуже. Да. Ну что? Детей еще одно они получают там. Увидят. Так что мы надеемся, что в этот год он был для всех не очень легким, страшным, ужасным, тяжелым. И пусть он наконец-то закончится. И закончится он хорошо. И следующий год принесет нам только самое доброе, самое хорошее, и всем здоровье. Ну, все. Нового года дошить надо. Да. Тут каждый день что-то случается. Поэтому мы всем желаем огромного-огромного здоровья. Берегите себя. Любите друг друга. И хороших вам доходов. Всем пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»